Добрый вечер! Вот смотрите, пожалуйста, что творит. Вот вам. Какие? Испытание водой. На областной центр обрушился самый обильный за сезон ливень. Клянусь, достойно выполнять воинский долг. Клятвы, слезы, божие благословения. Полторы сотни курсантов двоку присягнули родине на верность. Даже в случае аварии ребенок никого не денется. Ремнябы. 560 благовещенских родителей предпочли безопасности любимых чад штрафы. Не понимает сертификат, что такое. Я сказал, дай сертификат меня. Она меня не понимает. Моя твоя не понимай. Городской корреспондент попросил торговцев показать сертификаты на арбузы и дыни. Городские власти решают, стоит ли начать раньше отопительный сезон. На минувшей неделе синоптики заявили, что бабье лето обойдет Благовещенск стороной. Вместо солнца и тепла в сентябре к нам нагрянут холод и ливни. Самые интенсивные осадки за сезон – 30 мм всего за 40 минут – уже выпали в Благовещенске в минувший вторник. Такого рода дожди приравнивают к опасным явлениям. Не мудрено. Горожанам пришлось поволноваться. Вблизи колледжа культуры и искусства ударила молния. К счастью, пострадали лишь телефонные сети. Неполадки устранили к утру среды. Столько же по городу курсировали пять вакуумных машин ГСТК, автомобили пожарного гарнизона и мотопомпы управления по делам ГОЧС. Откачивали воду. В ее потоке несколько горожан потеряли госзнаки от автомобилей. Забрать их можно было на пересечении Зейска и Шевченко. Собрал и расставил номера неравнодушный горожанин. Жители дома по адресу Шевченко, 48, страдают от любого, даже совсем не мощного дождя. Их двор вода буквально заливает. Собственникам тяжело зайти в подъезд. О масштабах бедствия и способах выбраться из него узнаете из нашего сюжета. О, Саша, полюбуйся, что творится. Дай в южную. Да? Неужели сделают? Да может и сделают, не знаю. Такого рода разговоры во дворе на Шевченко, 48, повторяются регулярно. Что не дождь, то топит двор. Старшая подъезда Галина Шаповалова живет в пятиэтажке 13 лет. И все это время летом мочат ноги во дворе и вычерпывает воду в подъезде. Туда вода проникает тоже. Нам домоуправление сделало сейчас заслонку. На той неделе сделали они нам. Сделали бордюр повыше, там убрали асфальт, сделали ямку, чтобы, наверное, вода уходила. Не знаю. Испытания еще не проходили мы. Результат этого новшества мы не видели. Результат собственники увидели уже через 15 минут, когда в областном центре начался мощный ливень. Вот смотрите, пожалуйста, что творится. Вот вам. Касси. Вот. Прошла машина. Вы видите, что делается? Вода льется в подъезд поверх новой заслонки. Не справляется с ней и дверь. Вера Шепелева живет в доме по соседству, но ратует за благополучие всего двора. Потому обращалась с проблемой и в свое УК, и в управление ЖКХ. Просили и просим. Сделайте, чтобы люди ходили нормально. Чтобы люди жили нормально. Чтобы детки не болели от этой все заразы. Вот сейчас вот эта вода вот здесь, в подъезде. А сейчас она вон там, в подвале. А там же сейчас люди заготовки сделали. Там картошка, все находится. А сейчас все зальет. Во двор специалисты управления ЖКХ наведались уже на утро после ливня. Постановили. Исправить ситуацию может обустройство ливневок. Вот только двор относится к общему имуществу собственников. Значит и переобустраивать его им. Если, конечно, не вступят в программу «Городская среда». Прямо сейчас формируют списочный состав домов на 2018 и 2022 годы. До 25 сентября управление ЖКХ принимает заявки на участие в данной программе. Основной критерий отбора – это наличие проектной смертной документации. В данном случае, пока решать вопрос по водоотведению необходимо либо с управляющей компанией, то есть нанимать машину, вакуумную машину и предусматривать эти расходы, либо разрабатывать проектную документацию. ПСД может стоить от 40 до 70 тысяч рублей в зависимости от сложности проекта. Но это все равно много дешевле самого ремонта двора. Он в среднем стоит от 2 до 4 миллионов. Тем временем благоустройство уже завершено в семи из 18 городских дворов, которые в этом году стали участниками программы «Городская среда». Оставшиеся сдадут через три недели. На Зейской 209 работы стартовали в среду. Насколько масштабную реконструкцию переживает двор и как будет выглядеть после ее завершения, расскажем далее. Экстремальный заезд погрузчика на 20 квадратных метрах. Такому в автошколах не учат. Проезжать по толстому слою грязи, сгребать куски асфальта и при этом разговаривать по телефону может только водитель с многолетним стажем. Поглазеть на работу у профессионала сегодня могут жители дома на Зейской 209. В другой стороне двора настоящий асфальтопад. Рабочие собирают в одну кучу куски старого покрытия. Так можно и бицепсы накачать, смеются мужчины. Асфальт-то тяжелый. Его строили еще при СССР и тяжело убрать. Толстый? Да. Здесь получается, где один слой, где два, где три аж. И вот эти все три слоя надо убирать подчистую. Подчистую нужно демонтировать и старые бордюры. Тут уже не обойтись без отбойного молотка. Своего часа тем временем ждут новые камни. Настолько гладкие, что даже на солнце поблескивают. На благоустройство двора в рамках программы «Городская среда» уйдет 4,5 миллионов рублей. Их потратят и на асфальтирование проезда. Будет ровно, а главное – сухо. Просто в сильные дожди здесь вода скапливается и не успевают уходить со двора, не впитываться. Ну и, соответственно, тень не высыхает, и все, эта сырость постоянно. К 30 сентября, а может и раньше, если позволит погода, подрядчик обещает закончить работы. Во дворе на Амурской 146 уже можно прокатиться с ветерком. Благоустройство здесь завершилось две недели назад. Перечень работ стандартный. Асфальтирование проезда, установка бордюров и укладка тротуара. Последнему не нарадуется местный житель Владимир Куница. Мужчине после двух инсультов совсем не хочется гулять по разбитой тропинке. Но теперь ходить в магазин – одно удовольствие. Да и супруга рада. У меня недовольная была жена. Здесь было бетонное покрытие за место асфальта на дорожке пешеходной. И она себя разбитывала за 20 лет. Но она у меня после операции на голову, и она боялась ходить, падала. Потому что выборы страшные были. Ну, теперь довольны, конечно, и я довольный. Довольными будут жители 18 городских домов. Все, чьи дворы к 30 сентября отремонтируют по программе. Комиссия проверяющих предлагает отправить в отставку директора Амурского кадетского корпуса. Инспекция учебного учреждения вскрыла многочисленные нарушения. Проверку инициировал губернатор при Амуре Александр Козлов. Она стартовала 10 июля. Представители власти, Росгвардии и общественники провели анкетирование кадетов, их родителей, педагогов и даже выпускников. И обнаружили, уровень травматизма в ученических классах превосходит все допустимые рамки. За три года Амурский кадетский корпус вызывал скорую помощь 191 раз. Еще в 35 случаях звонить медикам не стали. Хотя в каждом был травмирован кто-то из учеников. 19 в дальнейшем диагностированы в медицинских организациях как перелома. Три – сотрясение головного мозга. В остальных случаях – ушибы. При этом проверка установлена, что 17 случаев нанесения вреда здоровью обучающихся произошло в результате драк между кадетами учреждения. Выявили проверяющие нарушения хранения, оборота пневматического оружия, закупок, питания и даже зачисления кадетов. За два года корпус вне конкурса принял 25 человек. Стольким же абитуриентам отказали. Материалы проверки ТОМ в 160 страниц комиссия передала Министерству образования. Свои рекомендации проверяющие озвучили тоже. Рассмотреть возможность расторжения трудового договора с директором Амурского кадетского корпуса Владимиром Васильевичем Ващевозом в связи с наличием грубых нарушений трудовых обязанностей. В ДВОКУ впервые приняли студентов сразу на второй курс. Отныне таким правом при поступлении может воспользоваться любой молодой человек, что проучился год в гражданском вузе. Если успешно пройдет вступительное испытание. Те, кто выдержал их с честью, уже дали присягу. Торжество момента с курсантами разделили родные и наша съемочная группа. Клянусь, достойно выполнять воинский долг, мужественно защищать свободу, независимость и конституционный строй России, народ и отечество. Ради своей мечты стать морпехом. Александр Мартынов приехал в Благовещенск из Краснодарского края. Дух защитника родины впитал от отца и брата. Они же поддержали его желание служить. Приехать не смогли, но уверенный новобранец, хоть и поволнуется, справится сам. Я думаю, каждый в такой ответственный день переживает. То есть это не просто так, ты вышел, сказал свои слова. Это должно что-то значить для каждого человека. Это честь для каждого мужчины стать военным, защищать свою родину. Товарищ полковник, курсант Аверичева военную присягу принял. У Юрия Аверичева из Нерюнгре приехала вся семья. Бабушка Татьяна Самойленко не смогла сдержать слез гордости. Внук первый военный в семье. Года четыре ему было. Сказал, буду военным. Группа любая есть. Все время песни. Он только из них. Песни потом. Сам всего добивался. Сам поступал и сам поступил. Мы сидим, спрашиваем, как документы, что спорим. А он говорит, что вы бабушка спорите. Я уже все сделал. Я уже 2-го числа еду учиться. Сегодня для города Благовещенска это очень важный шаг. Это пограничный город. Мы готовы к тому, чтобы наши ребята нас защищали. Мэр областной столицы поблагодарила каждого, кто вступил на нелегкий путь. Присягу под флагом страны и благословение священнослужителей приняли 154 курсанта и трое солдат-срочников. Все прошли месячный курс молодого бойца. И жесткий отбор при поступлении. 5 человек на место. В итоге на плацу собрались лучшие почти из тысячи претендентов. Представляют 38 регионов страны. В этом году, согласно приказу министра обороны Российской Федерации номер 185, мы имеем право после окончания первого курса любого вуза гражданского мы имеем право на вакантные должности принимать курсантов на второй курс, что и было сделано в этом году впервые. Приняли таким образом двух человек. Их документы сейчас на утверждении в Москве. Присягу курсанты примут позже в индивидуальном порядке. А ученики первой гимназии отправились в путешествие протяженностью 7 тысяч километров. Перелет от Благовещенска до Москвы, а затем в Краснодар 20 ребят преодолели ради президентских спортивных игр. Они начались 9 сентября. Как готовились юные спортсмены, узнаете из сюжета. Погоня за мячом в форме дыни вызывает у школьников бурю эмоций. Быстрый бег и крики возмущения обычны для тег-регби. Нового для России спорта. В команде из пяти игроков семиклассница Ангелина – единственная девочка. В свои неполные 13 имеет третий взрослый разряд по настольному теннису. И очень рада, что тег-регби отличается от обычного. Нельзя толкаться, как в простом регби. Драться, падать, пинаться, делать подножки. Я бы не захотела играть в простой регби. Мне кажется, это очень больно будет и неприятно. Тег-регби и лапта составят дополнительную программу на традиционных президентских играх в Орленке. Там ребята пробудут до 28 сентября. Вместе почти с двумя тысячами школьников со всей страны сыграют настольный теннис, шашки и баскетбол. Посостязаются в заплывах и легкой атлетике. Тренировку спортсменов посетила Валентина Калита. Мэр пожелала ребятам успехов на соревнованиях и вдохновила на грядущие свершения. Ради них в ближайшие несколько лет у школы появится новый стадион. Я думаю, что мы в перспективе, конечно же, будем думать и об этой школе, и об этом стадионе. Потому что на сегодняшний день из 20 образовательных школ у нас всего 7 современных стадионов. И нам есть над чем работать. Не все сразу, но мы поставили перед собой задачу, что каждый год по одному стадиону. Ребята себе тоже поставили задачу отстоять на состязаниях честь Амурской столицы. Я не знаю соперников, но у нас сильные теннисисты, сильные пловцы, сильные баскетболисты. Поэтому мы едем не как фавориты, но мы едем давать жару, так сказать, дадим отпор. Наверное, москвичи там думают, что это за деревня, а мы скажем, а мы не деревня. Я думаю, так и получится. Как получится в итоге, ребята расскажут после 28 сентября, когда вернутся домой. В понедельник стало известно, что в Благовещенске таксист сбил пешехода. Женщина перебегала пролетарскую в неположенном месте. Водитель среагировать не успел. Пострадавшую доставили в больницу с переломами обеих ног. Между Хэй-Хэ и Благовещенском временно приостановили перевозку грузов на пароме. Виной тому повышение уровня воды в Амуре. На пассажира перевозки, впрочем, это не повлияло. Ко вторнику соцсети заполонили снимки самолета, что почти сутки кружил над областным центром. Оказалось, над городом курсировал самолет-лаборатория. Он проверял навигационное оборудование аэропорта. Строительство нового корпуса 22-й школы в Благовещенске начнется в следующем году. При Амуре включили в федеральную целевую программу, которая выделит деньги на возведение. Владимир Путин через телемост запустил в работу маслоэкстракционный завод Белогорска. Видеоконференцию с Владивостоком провели в рамках Восточноэкономического форума. Благовещенцы рассказали о своих чаяниях Юрию Березуцкому. В рамках трехдневного визита в регион депутат Госдумы провел прием граждан. Во всех, без исключения школах, детсадах и поликлиниках города, начали прививать ребятню. В При Амуре поступила первая партия детской вакцины от гриппа 76,5 тысяч доз. Автором лучшего логотипа для празднования Дня Тигра в Благовещенске стала московская школьница. Графический рисунок Миланы Корягиной посчитали лучшим работники Дирекции по охране животного мира. В пятницу При Амуре отпраздновала 220-ю годовщину рождения святителя Иннокентия и 40-летие его канонизации. Возложить цветы к памятнику основателю города возле кафедрального собора и вспомнить о его свершениях пожелали сотни горожан. В этот же день в Благовещенск прилетели первые артисты Амурской осени. Наталья Егорова, Андрей Межулис и Евклид Кюрзетис в общем 12 звезд в рамках пролога фестиваля отправились в свободный. Полицейские ищут свидетелей ДТП, что случилось в субботу 2 сентября в районе спичфабрики. Под колеса авто там попал 8-летний мальчик. Спустя несколько дней от полученных травм он скончался в больнице. Почти три десятка маленьких благовещенцев с начала года пострадали в авариях по вине собственных родителей. Тех, что привыкли игнорировать любого рода удерживающее устройство. За это госавтоинспекторы оштрафовали уже более 500 горожан. В среду с правоохранителями к одному из детсадов города выехала наша съемочная группа. Это грубое нарушение правил дорожного движения. У вас тем более имеется кресло. Есть маленький ребенок. Кресло есть. Нет времени им воспользоваться. Эта семья очень торопится отвезти ребенка в детсад. Ну вот буквально-то и хватало добер. Буквально-то и хватало. Я говорю, ну потому что они опаздывают. Я не собрался никуда ехать, ничего. Вот так вот получилось, понимаете. Долго ли пристегнуть ребенка? Риторическим вопрос посчитала мама. Его дедушка рулевой авто теперь заплатит 3000 рублей. Оштрафуют инспектора и Сергея Берсенева. Хоть его же стилетная дочка и отстегнулась сама. Ну а как один человек, когда за рулем, а второго нету взрослого. Вот она сзади отстегнулась и все. Ну что тут сделать? Вот может она для нее тоже дойдет. Ну дети же сами знаете, им вот объясняешь, объясняешь. Вот ей говоришь, не лази там, у нас стоит летний душ, не лази, не лази на душ. Пока она с него не упала, она не бесполезна. Вот сейчас штраф получила, будет знать. Вместе с Сергеем за 15 минут на Октябрьской загородной были оштрафованы пять человек. Каждый нашел причину не пристегивать любимое чадо. За водительской дверью самое безопасное. Ой, с пинкой. Даже в случае аварии ребенок никуда не денется. О том, что вне детского кресла в авариях гибнет 6 из 10 детей, этим родителям очевидно невдомек. И травмы получают многие дети. С начала года в больницу попали 28 непристегнутых в авто ребят. Травмы этим летом получил даже младенец. На улице Загородная родители перевозили ребенка совсем маленького, двухмесячного, без какого-либо удерживающего устройства, просто на руках, и попали в ДТП. Детей до 7 лет нужно перевозить строго в детском удерживающем устройстве. Те, кто это понимает, в числе благовещенских родителей все же есть. Это ребенок, мой ребенок. И за жизнь я его беспокоюсь. И всегда я присягу. У меня их двое, я их всегда тожу в кресло. В Преамуре уничтожили почти 400 килограммов арбуз и дынь. Их Роспотребнадзор изъял с прилавков уличных развалов. Желтые плоды улечили в содержании нитратов. Торговцы арбузами просто не имели документов на продажу. Наличие бумаг без устали проверяет Россельхознадзор. Насколько рады таким проверкам продавцы, сейчас увидите сами. Ревизоры в своем стиле подкрались незаметно. Нас застали продавца Галину Ельчанинову врасплох. В третий раз за этот год. Но увидеть сертификаты на арбузы и дыни, что женщина продает прямо из грузовичка в районе Мухинозейской, снова не удалось. Продавец уверена, ее штрафуют из-за невезения. Да, это не моя смена, я вообще сейчас почти не торгую. Если бывает, то только по выходным. А почему сегодня вышли? Ну, потому что сменщится. Вчера и до сих пор. Праздновала? Попросила. И вот, пожалуйста. Вот мне это вот надо. Завтра выйдете на работу? Нет. Сегодня продавец решила работать, невзирая ни на что. Пока специалисты Роселихоснадзора и административной комиссии выписывали протоколы, она успела продать 6-килограммовый арбуз. Отсутствие сертификата на него покупателя не смутило. А ведь это первое, что нужно спрашивать у продавца. Любой продавец обязан представить покупателю карантинные документы или справку. Предоставляют ли? Это мы решили проверить под видом рядовых покупателей в районе Шевченко-Октябрьской. Один из торговцев развала заверил, его дыни и арбузы прямиком из Казахстана. И помятый документ размером 3 на 3 сантиметра дал. Такая маленькая бумажка, это документ? Это сертификат. Показать сертификат на камеру торговец отказался. Его подошедший работодатель отпираться не стал. Документов на товар нет. Его он покупал у китайцев. Она не понимает, что это такое. Я сказал, дай сертификат меня. Она меня не понимает. Кто она? На базе, дружба. А, китаянка? Конечно. На точки по Новотроицкому шоссе не отпирались и не стали кого-то винить. Амурские? А есть документы? Торговец убежден, в сертификатах не нуждается. Лучший гарант качества – постоянные клиенты. Покупают, мол, много. И одни и те же люди в течение уже пяти лет. Где они в час пик – вопрос остался открыт. За один час работы мы успели проверить две точки. Но ни в одной из них предоставить сертификат на реализуемый товар нам так и не смогли. Покупать или нет продукцию в таких местах – дело, конечно, каждого. Наша съемочная группа свои выводы уже сделала. Завершит вечерний эфир наша традиционная рубрика «Седьмой лепесток». 22-летняя Ольга Скударнова учится фотографировать и мечтает стать учительницей английского языка. Но полностью посвятить себя любимым занятиям девушка не может из-за опасного заболевания. Ей очень нужна ваша помощь. На телефоне фотографии. Последнее время очень увлекаюсь этим. Смотрю видеоуроки фотошопа. И вот мои подруги, друзья фотографируются с моей собакой. Смотреть на мир сквозь призму фотокамеры для 22-летней Ольги Скударновой – недавнее увлечение. Многолетняя любовь – английский язык. Девушка мечтает учить ему детей и даже поступила в БГПУ. Но чаще, чем в УЗИ, Оле приходится бывать в больнице. Пришла как-то с насморком, а узнала об апластической анемии. С ней клетки крови не вырабатываются костным мозгом. Донора для его пересадки нашли быстро. Им стала родная сестра Ольги. 27 июля 2015 года в Санкт-Петербурге сделали операцию. У нас в гематологическом центре называется это «День ноль». И да, получается новая жизнь, новый день рождения. И у меня 30 июля день рождения, мне исполнялось 20 лет. И мама мне принесла воздушный шарик, говорит, это твой подарок. Потому что ничего в эту стерильную палату нельзя было приносить. Ни цветов, ни конфет, никаких подарков, ни мягких игрушек. К счастью, новый день рождения не принес. Пересаженный костный мозг не смог прижиться. Девушки назначили плазмоферез, процедуру очистки крови. После 10 сеансов группа крови сменилась с первой на вторую. Оле лучше не стало. Выматывает слабость, слезятся глаза. Появились проблемы с кожей. Сохнет настолько, что каждый час нужно смазывать кремом. Облегчить ситуацию могло бы экспериментальное лечение. Пересаженный мозг, получается, грубо говоря, уничтожает ее саму. Ее убивает. И чтобы ослабить эти антитела, для этого и делается вот эта сложная процедура фотоферез. Она у нас теперь проводится только в Санкт-Петербурге и в Москве. Мы очень рады купили этот аппарат. Ольга попала в одна из первых, наверное, даже самая первая на него. И мы очень рады. Это наш большой, просто огромный шанс. Это наша надежда. В очередь на фотофорез Ольга попала. Неравнодушные горожане помогли собрать деньги на три перелета в Москву. Но девушке нужно побывать там минимум 15 раз. Это по самым скромным подсчетам 200 тысяч рублей. Без вашей помощи семья не справится. Реквизиты для перечисления средств сейчас на ваших экранах и на нашем сайте tv-город.рф. На этом подведем черту. О самых ярких событиях грядущих дней поговорим ровно через неделю. А обзор событий каждого дня смотрите в привычное время. Я с вами прощаюсь. Всего самого доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»! 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 Субтитры подогнал «Симон»!